В течение четырех лет наш университет в лице Института психологии и образования, Института физики и Елабужского института принимали участие в проектах по модернизации педагогического образования. И эти проекты были как раз и разработаны на основе модульного обучения. И моя задача сегодня, с одной стороны, представить некоторые теоретические моменты, но прежде всего рассказать о том, каким образом вот эти идеи модульного обучения, которые мы сами, вот все разработчики вот этих проектов и те, кто принимал участие в реализации этих проектов, постигали во время курсов повышения квалификации в Москве, в Высшей школе экономики, в Московском государственном психолого-педагогическом университете, во время курсов повышения квалификации и так далее. И что у нас в результате получилось, вот об этом я как раз хочу Вам и рассказать. Вот задача такая, с одной стороны, немного напомнить ни о чем-то совершенно новом, ни о чем-то, что Вы не знаете. Я уверена, что Вы знаете, и я не собираюсь сегодня представлять из себя такую истину последней инстанции, которая вот излагает, и Вы, пожалуйста, следуйте за мной, потому что я все знаю, а Вы ничего не знаете. Я уверена, что все сидящие здесь в зале, профессора, доценты, старшие преподаватели и студенты, и с помощью литературы известной и так далее, знают о том, что такое модульное обучение и модули. Моя задача более практическая – показать, каким образом вот эти теоретические идеи мы реализовали в течение четырех лет работы в нашем Казанском федеральном университете. Итак, организацию я назвала тему не технологии модульного обучения, а назвала организацией модульного обучения, потому что Вы увидите, что здесь есть и модульные программы, и модульные занятия, да, и здесь, поэтому я и веду речь об организации модульного обучения. План моего сегодняшнего доклада – во-первых, лекции, извините, это очень кратко о требованиях к современным вызовским технологиям обучения, затем исторические основания модульного обучения, когда и как модульное обучение возникло, третье – это остановлюсь на основных ключевых понятиях, что такое модуль, модульное обучение, технология модульного обучения, модульная программа и модульное занятие, затем на принципах модульного обучения, на отличительных чертах модульного обучения по сравнению с традиционными технологиями обучения, и то, о чем я Вам уже говорила, об опыте Института психологии и образования Казанского федерального университета по реализации модульного обучения в процессе разработки и апробации проектов по модернизации педагогического образования. Я подчеркиваю, что именно нашего института, поскольку я буду представлять проекты нашего института, коллег здесь есть из института физики, они тоже работали в той же логике, точно так же, как и наши коллеги из Елабужского института. Итак, первый вопрос. Основные требования к современным вузовским технологиям обучения. На что должны быть нацелены технологии обучения в вузе? Во-первых, они должны, первое, обеспечить каждому студенту возможность обучаться по оптимальной индивидуальной программе, учитывающей в полной мере его познавательные особенности, мотивы и так далее, как все здесь написано, с использованием фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения. Легко сказать, но очень трудно сделать. Вот эта нацеленность на то, чтобы каждый студент смог бы учиться в соответствии со своими индивидуальными возможностями и смог бы самореализоваться в процессе обучения, очень сложно реализуется в условиях нашей отечественной системы образования, поскольку зарубежная система вузовского образования, она построена таким образом, что студенты действительно выстраивают индивидуальную образовательную траекторию и нет одинаковых студентов, выпускников, которые выходят из одного и того же колледжа, из одного и того же университета, из одной и той же программы. И здесь вот эта задача становится почти нереальной для реализации в условиях нашего отечественного университета, где есть единый учебный план, и мы обучаем всех студентов поточно, и добраться, достучаться до каждого студента становится действительно очень и очень сложно. Но это задача задача, это одна из первых задач как раз современных вузовских технологий обучения. Второе – это способствовать оптимизации процесса обучения в образовательной среде вуза. Как сделать так, чтобы при наличных условиях добиться оптимального результата? Не за счет того, чтобы увеличивать объем нагрузки на студента, а с помощью того, чтобы построить таким образом, использовать образовательную технологию таким образом, чтобы процесс обучения был оптимальным и давал наиболее высокие результаты. Третье – это обеспечивать обучение, не вступая в противоречие с традиционными дидактическими принципами. Это очень важное условие. Иногда бывает так, что, говорят, мы разработали инновационную технологию. Такой технологии еще не было, говорят. Стоит чуть-чуть покопаться, чуть-чуть расковырять поверхность вот этого благостного описания, этой совершенно уникальной, как часто говорят, защищающей диссертации соискатели технологии, то в конечном счете оказывается, что у этой технологии очень-очень давние корни, что она всегда была, присутствовала в процессе обучения, но и сегодня просто-напросто происходит повторение того, что уже давно было известно. Значит, есть целый ряд очень важных дидактических основ, дидактических принципов, столпов, на которых стоит процесс обучения, что в школе, что в ВУЗе, и уходить от них мы, конечно, не можем. Не от принципов, которые заложил еще сегодня очень часто битый Яна Мосс Каменский, когда начинают говорить о Каменском, очень часто используют, что вот 400 лет назад он это придумал, и до сих пор в школе используют эти идеи Яна Мосса Каменского. Да, используют. Если бы эти идеи были абсолютно неприемлемы, они бы уже умерли, они бы ушли из школы не потому, что их насаждают, а потому, что они живучи, значит, у них есть хорошая база. И поэтому технологии, новые технологии, непременно должны опираться на традиционные дидактические принципы в том числе. Но и последнее такое требование, эти современные вузовские технологии должны выступать в качестве инструмента в процессе самообразования. Это очень важное условие. Мы сегодня с вами знаем, что те знания, которые студент получает, если вот, обратимся, лет 10 назад, мы могли тогда еще говорить, ну, даже 20, мы тогда говорили, знания, которые студенты получают в университете, после того, он начинает учиться на первом курсе, он закончил обучаться, пришел в школу работать, через 5 лет, то есть 10 лет разгон, информация, полученная им, уже устарела. И получается, что для того, чтобы работать успешно, он должен постоянно самообразовываться. Это является важным условием. Сегодня эти темпы стали еще более быстрыми. Сегодня студент еще только начинает учиться, а к концу обучения знания, полученные на первом курсе, становятся уже старыми. Значит, развивать навыки само, самонавыки, самообразование является весьма и весьма важным. И поэтому технологии и должны работать на то, чтобы вырабатывать у студента, формировать у студента вот эти навыки, самонавыки, самообразование, самостоятельной деятельности, с тем, чтобы знания и умения, которые формируются у студента, в конечном счете превращались в способность использовать эти знания в новых изменяющихся условиях. Это вот таковы основные требования к современным вузовским технологиям обучения. Хотя вот здесь вот я написала к современным вузовским технологиям обучения, хотела бы сказать, что модульное обучение, о котором сегодня пойдет речь, как раз и работает на то, чтобы вот эти самые основные требования к современным технологиям обучения реализовать. Каким образом это происходит? Сейчас я это и попытаюсь раскрыть. Итак, модульное обучение. Современное или модульное обучение? 50 с лишним лет назад модульное обучение появилось. Современно? Это если рассматривать с точки зрения вообще истории, наверное, это современно. А если рассматривать с точки зрения развития наук, информации и так далее, то это не очень современная получается технология. Она была разработана, предложена в 60-е годы 20-го столетия американским исследователем и учителем Джоном Расселом, который написал вот эту вот книгу, в котором представил модульную инструкцию специальную, каким образом организовать обучение детей биологии с использованием модульной логики. И он дает в своей книге определение модуля таким образом. Посмотрите. Модуль – это учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу учебного материала и предписывающий обучающемуся действия, выполняя которые в индивидуальном темпе, это я подчеркиваю, выполняя в индивидуальном темпе, он полностью овладевает учебным материалом. То есть речь идет о том, что каждый ученик, в данном случае учащийся у него, в нашем случае это студент, независимо от его учебного потенциала, от его способностей, может полностью овладеть учебным материалом. Для нас это сегодня, к сожалению, каждый из здесь сидящих преподавателей может сказать, что же такое происходит. Мы с вами работаем над изучением какой-то дисциплины, мы работаем со студентами, излагаем, обсуждаем, проводим самые разные формы контроля и так далее. На итоговом контроле, на экзамене очевидные вещи, они нам обратно не выдают. Я, например, своим студентам всегда говорю, ребят, в определении коллектива Антона Семеновича Макаренко есть четыре основных признака. Первый, второй, третий, четвертый. Давайте мы с вами дадим по этим признакам определения. Дают, обсуждаем. Запомнили? Запомнили. Я говорю, я вас предупреждаю, это вопрос, который я на экзамене задаю в качестве дополнительного. Я его задаю. Вы думаете, они мне выдают четыре признака? Они выдают от силы два. Значит, получается, что при изложении этого материала нужно было работать еще и так-то по-другому. Микрофону? А, для того, чтобы вас... Извините. И вот это вот то, что он должен выполнять в индивидуальном темпе и полностью овладеть учебным материалом, полностью любой студент, конечно, является весьма и весьма важным. Вот логика, которую предложил Джон Рассел на примере курса биологии. Первоначально учитель вместе с ребятами обсуждает с учащимися, обсуждает цель обучения. То есть, что они изучают и к чему они должны прийти, к чему они идут. Далее, они вместе с помощью различных форм и разнообразных форм методов обучения изучают этот материал. Следующий этап. Гибкий контроль. Обратите внимание, потому что вот та его идея, которую я вам говорила вот здесь, в которой в индивидуальном темпе полностью овладевают учебным материалом, уже начинает ложиться на структуру этого модуля. Посмотрите. Гибкий контроль и оценка учебных достижений и прогресса в изучении модуля каждому учащимся, но на оценку C. ABC. То есть, получается, что она удовлетворительна. Значит, все проходят этот тест на уровень C. Кто-то на уровень C сдать не смог. Вот те, кто не сумел это сделать, следующий этап я выделила красным, касается именно этих учащихся. Они проходят консультирование, дополнительную работу педагога с этими ребятами для того, чтобы они на уровень C овладели бы учебным материалом. После этого ребята, которые прошли этот уровень, они переходят сразу на пятый этап, когда они получают задания на исследование, для проведения самостоятельного исследования какой-либо важной практической задачи, с использованием знаний, полученных на уровне C. То есть, теоретических знаний, без которых невозможно эти практические задачи решить. И они уже, вот эти задания, которые они получают, они для оценки A и B. После этого идет публичная защита этих проектов, которые они разработали. Все, кто готовился, получил консультирование на уровень C, они присутствуют здесь, они проходят через все эти этапы тоже, они слушают. И вот эта вот так называемая уровень трудной цели, перспектива трудной цели, она тоже является весьма важной для того, чтобы ребята росли, чтобы у них изменялись какие-то, какие-то там знания дополнительные получались. И дальше уже идет, посмотрите опять, репетиторство, способ взаимопомощи, взаимообучения. Еще один этап, на котором ребята сами друг друга обучают. Общеизвестно, и это уже давно доказано, что лучше всего дети, учащиеся, и студенты в том числе, запоминают тот материал, который они кому-нибудь объясняют. Если они просто слушают, эта информация может остаться вне, они не запоминают. А если они эту информацию передают кому-то, рассказывают, то информация остается. Сегодня Наталья Николаевна на своем занятии, она по критическому мышлению работала, по технологии. Она как раз показывала, каким образом, меняя ребят в разных группах, можно сделать так, чтобы каждый из присутствующих в аудитории студентов пересказал бы какой-то кусок информации всем остальным в маленькой микрогруппе. Это очень важно. Вот это репетиторство. Репетиторство не со стороны учителя, а репетиторство со стороны самих ребят. И вот и последнее уже тестирование на уровень A и B. Вот это модульное обучение, которое предложил Рассел, эта идея, она была подхвачена во всем мире, и модульное обучение стало использоваться с включением самых различных элементов и в школе, и в вузе. Да, и вот это понятие, модуль, стало таким уже понятием совершенно таким знакомым для всех. И пойдем, пойдемте, давайте дальше. К основным понятиям. Вот я здесь выписала только некоторые из определений понятия модуль. От латинского modulus – это мера. То есть в общем значении, в общем значении модуль означает единицу меры величины или коэффициент. Величина или коэффициент. По отношению к педагогике. Какие определения модуля предлагаются? Посмотрите. Первое определение – это законченный блок информации, завершенный, когда достигается определенная дидактическая цель. Второе определение – это целевой функциональный узел, в который объединены, здесь уже говорится, об учебном содержании и технологии овладения им. Посмотрите, если в первом просто как блок информации дается, то во втором определении уже предлагается, каким образом этот модуль может реализовываться. Не только содержание, как было в первом случае, но еще и технологии овладения. Далее, модуль как дидактическая единица модульной программы. Здесь уже мы с вами идем к тому, что внутри программы, образовательной программы, есть совокупность, то есть программа представляет собой совокупность модулей. Внутри модулей есть свои собственные учебные элементы. И вот все они вместе, каждый модуль вместе, реализуют общую образовательную программу, но предположим, образовательную программу педагогика дополнительного образования. Все вместе, в совокупности. И модуль как дидактика, методическая единица, представляющая собой пакет заданий для учащихся, выполнение которых организуется как самостоятельный, индивидуальный, в своем темпе и в своем объеме. То есть здесь уже определение модуля касается модульного занятия. То есть получается, мы при определении модуля нельзя давать однозначного ответа. Все зависит от того, по отношению к чему мы это слово используем. Если мы используем это к образовательной программе, это одно определение. Если мы используем его по отношению к учебному занятию, это другое определение там и так далее. Но эти определения, они есть. И иногда, например, вы находите одно определение из этих четырех, которые я привела, и вы говорите, да, я это взял в учебнике педагогики, это вовсе не означает, что другие неправильные, потому что в зависимости от того, в какой ситуации и для чего мы используем понятие модуль, как раз и зависит это определение. Я могу даже вам сказать, когда мы начинали работать над проектом по модернизации педагогического образования и поехали впервые на повышение квалификации в высшую школу экономики, мы приехали, ну, такие, знаете, думающие, что мы все знаем. И мы знаем, что такое модуль, потому что у нас и программа по модулям построена, и мы сами занятия строим тоже по модулям там и так далее. И там во время этих недельных курсов произошел, я бы сказала, взрыв мозга, потому что все, что мы до сих пор знали, оказалось совсем не так. Оказывается, к модулю, к определению модуля и к тому, чтобы каким образом модули выстраивать и как с модулями работать и вообще как определять модуль, нужно вообще очень-очень осторожно. и нужно и строить сам модуль, и строить модульную программу, нужно, имея в виду, что такое модуль и какого определения мы придерживаемся. Я дальше буду говорить, к какому определению мы пришли, например, в ходе нашей совместной разработки. Дальше, учебный элемент. внутри модуля, когда мы реализуем определенный курс, может быть как раз учебный элемент. Модуль состоит из учебных элементов, взаимосвязанных, когда их взаимодействие и дает окончательное решение или это самое разрешение достижения этой дидактической цели. Модульное обучение следующие понятия. Посмотрите, в определениях есть модульное обучение как одна из концепций современного обучения. Это действительно концепция и здесь можно пройти по основным показателям вообще понятия концепции обучения, начиная от цели, от структуры, от содержания и так далее. Это действительно может быть концепция обучения, модульное обучение. Это может быть форма организации обучения, это может быть технология современного обучения, потому что модульные технологии, понятия используются сплошь и рядом, мы используем модульные технологии, и это может быть основой для модульного подхода к организации современного обучения. И то, и другое, и третье имеет право на жизнь, и это действительно Есть. То есть вот какого-то окончательного определения понятия модульное обучение на сегодняшний день тоже не существует. Модульная программа, следующее понятие, с которым мы тоже с вами имеем дело, это когда содержание обучения представлено в виде отдельных учебных пакетов. Я покажу, какие учебные пакеты разработали мы позднее и дальше, когда перейду к опыту нашего института. И здесь вот есть еще один момент, который присутствует в зарубежных вузах. Я выделила другим цветом немного. Студент может самостоятельно комбинировать набор модулей в зависимости от своего индивидуального плана. Ну вот это сверхзадача для российского высшего образования. При едином учебном плане, который мы имеем, это невозможно. К сожалению. По идее, каждый модуль имеет свой вес и заранее разработан. И эти модули можно комбинировать для того, чтобы получить итоговую цифру в зачетных единицах. Мы пришли к идее зачетных единиц. Мы приняли зачетные единицы, которые используются на Западе. Но для обеспечения той же самой академической мобильности, для того, чтобы формировать индивидуальный образовательный маршрут каждого студента, к сожалению, у нас нет нормативной базы. На сегодняшний день мы пока это не можем делать. Да, внутри, на основе локальных каких-то актов, в отдельных образовательных организациях, ну в частности, например, ну самый крутой университет сегодня, ну университетский уровень высшей школы экономики, они это и делают внутри себя. Они организуют и академическую мобильность, и вот эту сменяемость модулей. Но в основном, конечно, мы работаем по учебным планам, которые должны пройти обязательно через систему шахтинскую. И не дай бог, шаг влево, шаг вправо система не примет. Да, и все, мы уже не сможем с вами дальше обучать, потому что программа не утверждается. Вот это в модульной программе сегодня, мы формируем модульные программы, мы это делаем. Но в полном смысле этого слова, что заложено в модульных программах, к сожалению, в нашем, в российском высшем образовании мы не реализуем. Модульные занятия, еще одно понятие, это учебные занятия, состоящие из взаимосвязанных учебных элементов. На этом я тоже еще дальше тоже остановлюсь. Основные принципы модульного обучения. Следующий вопрос сегодняшней нашей лекции. Ну, они все на экране. Вы скажете, принципы модульного обучения. Самым первым принципом названа модульность. Модульность предполагает, что модульное обучение, принцип модульности предполагает, что модульное обучение возможно реализовать только в том случае, если учебный материал, который изучается, разделен на завершенные логические учебные единицы. И если этого нет, то о модульном обучении вести речь вообще просто невозможно. Значит, изначально при организации модульного обучения нужно задуматься о том, каким образом и на какие учебные единицы будет делиться, на какие модули будет делиться, значит, вот эта программа. Второй принцип – это принцип выделения из содержания обучения обоснованных элементов и гибкость. Что означает обоснованных элементов? Каждый преподаватель, который читает какой-либо курс, он хорошо представляет, на какие относительно завершенные куски этот курс можно разделить. Это и обосновывает это, то есть обосновывает модули. В частности, например, я читаю историю педагогики образования, и первый модуль, который я в этом курсе выделяю, модуль, который называется «История зарубежной педагогики». Второй модуль, который рассматривается, это «История отечественной педагогики до 1917 года». И последний модуль – это «История отечественной педагогики после 1917 года». Ну, понятно, я могу по каждому из них пойти объяснить, почему таким образом я разделила. Может ли быть другая логика разделения? Конечно, может. Потому что построить курс «История педагогики образования» можно использовать цивилизационный подход. И тогда я буду модули делить по цивилизациям. Значит, один модуль посвящен одной цивилизации, другой модуль другой цивилизации, там и так далее. То есть при выделении этих элементов должна быть определенная логика и доказательность. Гибкость означает, что не должно быть вот так вот разработали и все. Вот ничего здесь менять нельзя. Любой из вас, читающий курсы, знает, что вы прочитали курс в этом году, и вы знаете, что вот этот кусок, он не пошел. Лучше его как-то по-другому преподнести, а может вообще лучше убрать. Почему студенты начали шуметь во время того, когда я это объясняю? Значит, здесь что-то не так, нужно по-другому построить. Или появилась новая информация, ее надо менять. Значит, содержание модуля, даже этих элементов модуля могут меняться. Это принцип гибкости тоже является очень важным. Нет ничего окончательно устоявшегося. Следующее – это динамичность, действенность и оперативность знаний. То, о чем я вам уже говорила, что по мере появления новой информации, содержание модулей, содержание учебных единиц меняется. Следующий принцип – осознанные перспективы. Это очень хороший принцип. Для того, чтобы реализовать то, о чем я вам говорила в самом начале, подчеркивая элементы у Рассела. Каким образом, чтобы каждый бы студент, двигаясь в собственном темпе, овладел бы всем учебным материалом. Речь идет о том, что студент, приступая к изучению каждого модуля или данного курса, состоящего из разных модулей. Я это подчеркиваю, потому что во время реализации второго этапа проекта мы пришли к понятию, что нет дисциплины, а есть модули. И нам это очень чутко вдолбили. Поэтому и говорю. Студент в самом начале изучения модуля получает все, от начала и до конца. То есть перспектива, что я ищу, что я буду изучать, какие задания у меня будут, на что мне надо обращать внимание. Или, например, по истории педагогики на самом первом занятии. А еще лучше, я читаю историю педагогики во втором полугодии, на первом полугодии, в первом семестре студентам мы приходим к первокурсикам и говорим, вы знаете, у нас по истории педагогики, который будет во втором семестре, есть такое задание – прочитать классиков педагогики. Там 16 трудов. Понятно, что и надо делать дневник читателя. Прочитать очень быстро, за второе полугодие, как правило, не получается. А вот если они начинают, не все, конечно, не все, это делать заранее, кто-то уже начинает и говорит, я прочитал педагогическую поэму, я прочитал еще что-то там, начинают подходить, спрашивать, то это та самая перспектива, осознанная перспектива. Они знают, что это у них будет, и они уже готовятся к этому. Значит, они будут the best. Значит, они принесут такой дневник, от которого я просто выпаду в обморок. Действительно, некоторые делают такой дневник, которому просто диву даешься. Сколько же времени у студента рукой писать? Я не допускаю, чтобы они скачивали из интернета эти куски, теперь все есть в интернете, и Каменский, и Лок, и кто угодно. Чтобы они писали, да что-то там у них еще бы и откладывалось. Следующее – это разносторонность методического консультирования. О чем этот принцип? Этот принцип говорит о том, что речь идет о консультировании не только со стороны преподавателя, что при модульном обучении очень важным становятся те студенты, которые идут впереди, которые могут вот это консультирование, это репетиторство, как написано у Рассела, делать с теми, которые отстают. Главное – эту работу организовать, специально организовать. Понятно, не после занятия, а в какой-то такой форме, которая позволила бы растолковать какие-то положения изучаемого материала. и паритетность предполагает, что позиция педагога, преподавателя при модульном обучении тоже меняется. Вот здесь уже я не носитель информации, я вот все вам излагаю, а вы примите, а затем меня выдайте. Мы вместе постигаем, с чем-то сомневаемся, находим что-то новое, приходим к каким-то определениям, к каким-то совершенно таким характеристикам, до которых я не додумалась. Ребята современные могут приводить такие доказательства и такие определения, которые, я иногда говорю, наверное, у меня закоснил мозг, если я вот до сих пор, до сегодняшнего дня, до такой простой идеи не додумалась, а студенты это предложили. Вот это вот паритетное, вот это сотрудничество в процессе изучения, постижения материала является тоже очень важным принципом модульного обучения. Отличительные черты модульного обучения, в чем они заключаются? Первое, это четкая структуризация содержания обучения, которое представлено в законченных, самостоятельных комплексах или информационных блоках. Я думаю, в этом предложении его растолковывать не надо. Все разделено на завершенные логические единицы. Единицы, в котором есть и начало, и завершение, и контроль. И если человек осваивает определенный блок, то он может двигаться дальше. А если этот модуль у него остался неизученным, значит, нужно, чтобы он его прошел. Дальше, вариативность обучения, адаптация процесса индивидуальными возможностями и запросам обучающихся. Вот здесь с помощью разноуровневых заданий для самостоятельной работы, а также заданий, которые они сами выбирают, можно добиться этой самой вариативности. В частности, здесь после для практического занятия, для семинара, который провожу по истории педагогики, всегда предлагается целый ряд этих самостоятельных заданий самого разного характера. И я никогда не настаиваю на том, чтобы они все обязательно эти задания выполнили. Но это дополнительные бонусы. Они это знают. Они выбирают те задания, которые по силам. Они знают, что какое-то задание, оно будет оцениваться выше, а другое задание оценивается ниже, потому что оно более легкое. Значит, они будут варьировать свои, сопоставлять свои силы и возможности и использовать и выполнять те виды самостоятельной работы, которые как раз отвечают их возможностями и запросам. Комфортный темп работы, исходя из этого, потому что есть возможность возвращаться, затем снова сдавать эти модули. Определение самим обучаемым своих возможностей, то, что как раз об этом, о чем я уже говорила, и гибкое построение содержания обучения. Это отличительные черты модульного обучения. Каковы целевые ориентации технологии модульного обучения? Целевая ориентация заключается в освобождении преподавателя от чисто информационной функции в пользу консультационно-координирующей. Это все, конечно, очень хорошо. Вот если... Вот слово освобождение меня здесь немножко царапает. Освобождение предполагает облегчение. Так ведь? А на самом деле, давайте мы с вами сопоставим. Моя информационная функция или консультационно-координирующая функция более тяжеловесна и более сложна. Естественно, вторая. Гораздо проще просто встать в позицию излагателя информации. Я изложил, вы проглотили, а затем выдаете мне эту информацию. Да, это всегда проще. А вот встать в пользу, в позицию консультанта, фасилитатора, наставника, координатора, там и так далее. Каждого студента это уже задача-задача. Это очень сложно. Второе. Это создание условий для совместного выбора учителям и учащимся, преподавателям и студентами оптимального пути обучения. Формирование умений самостоятельного обучения, формирование критического мышления, одной из технологий, как я уже сегодня говорила, раскрыла Наталья Николаевна Калацкая, и создание адаптивного, развивающего образовательного пространства для учащихся. Это цели модульного обучения. Как это все реализовывается? И как вообще модульное занятие по теории правильно должно строиться? Каждое модульное занятие имеет свои блоки, основные блоки. Первый блок – это блок входного контроля. Пока смотрим только то, что до... бракет... Что это такое еще? Скобки, да. До скобок. Первый – блок входного контроля. Второй – теоретический блок краткого изложения, затем теоретический блок работы с учебными элементами, затем блок применения, блок углубления, блок контроля, блок стыковки и блок выходного контроля. Вот по идее все эти этапы и все эти блоки в модульном уроке, в модульном практическом занятии должны присутствовать. Что еще является очень важным, в любой методической, в любой дидактической литературе расписаны основные этапы процесса обучения. Любой дидакт это вам разложит, и дидактику, сдающие студенты, это тоже, слава богу, могут преподнести. Посмотрите, вот эти блоки модульного обучения, они один в один ложатся на основные этапы процесса обучения. Блок входного контроля – это этап мотивации изучения новой темы. Теоретический блок – этап подготовки к изучению нового материала. Почему здесь блок краткого изложения? Прежде чем, предположим, рассказать о том, что собой представляет принцип природосообразности в трактовке Жан-Жака Руссо? Я кратко, первоначально говорю, ребята, давайте вспомним о принципе природосообразности у Яна Мосса-Каменского, он как его трактует? И что такое вообще означает природосообразность? Из каких слов состоит это понятие? Сообразно природе. Какой смысл несет слово природа в данном случае? Там и так далее. Только после этого я могу уже перейти к следующему блоку. Этап непосредственного получения новой информации. Далее, этап первичного закрепления новых знаний, решение углубленных и более профессионально направленных задач, коррекции знаний и умений, обобщение систематизации и итогового контроля. То есть, получается, по логике, модульное обучение и модульное занятие на самом деле это правильно построенный процесс обучения, включающий в себя все основные этапы этого процесса. Вот это сравнение, которое я вам здесь привела, блоки модульного обучения и этапы процесса обучения, они как раз очень четко это показывают. Получается, что в любом занятии, я говорю все-таки, не в любом занятии все эти блоки могут присутствовать, но сам модуль, он же может реализовываться не на одном занятии, это может быть несколько занятий, и тогда вот эти все этапы, они обязательно будут присутствовать. Итак, обучающий модуль. Что такое обучающий модуль? Модуль это интеграция различных курсов или учебных тем в структуре одной дисциплины, подчиненных общей учебной цели и по этапным задачам ее достижения. То есть получается, если внутри учебного курса мы выделяем модули, то у нас общая дидактическая цель известна, а каждый блок или каждый модуль внутри этой дисциплины как раз решает задачи на достижение общей цели. И структура обучающего модуля она не сильно отличается от того, что я вам представила в предыдущем слайде. Посмотрите, это учебные цели и задачи, основные моменты. Когда мы расписываем модуль, мы же должны это все каким-то образом описывать. Вот она в себя включает, это описание включает в себя учебные цели и задачи, варианты поэтапного достижения, достижения этих целей, когда и как мы будем достигать. Затем основные содержания, материал, дальше пояснения к его усвоению на нескольких уровнях сложности, рекомендации для дополнительного углубления и расширения изучаемого материала. Каждому блоку предлагается список литературных источников, дается теоретические и практические задания, а затем осуществляется индивидуализированная обратная связь. Вы скажете, мы это делаем, ну и замечательно, очень хорошо, значит, вы работаете в логике модульного обучения, обучающего модуля. Виды контроля изменяются в модульном обучении и виды контроля. Есть входной контроль, что тоже является очень важным. Зачастую входным контролем мы не занимаемся, а вот модульное обучение предполагает это, когда определяет готовность студента к усвоению представленного модуля материала. На что мы опираемся для того, чтобы двигаться дальше? Промежуточный контроль и обобщающий контроль. И конструировать модули можно на межпредметной основе, на основе набора различных модулей, когда составляется индивидуальный учебный план. И остановимся после всего того, что я вам сейчас изложила, на достоинствах и недостатках модульного обучения. Любая технология, любая логика обучения, она имеет и свои плюсы, и свои минусы. Точно так же мы можем с вами говорить, если говорим об уроке, как в основной форме организации процесса обучения, мы тоже говорим плюсы урока, минусы урока. У модульного обучения, посмотрите, достоинство это гарантированность достижения результатов, потому что действительно, если выдерживать четкую логику организации модуля и реализации модуля от начала и до конца, то можно получить гарантированный результат для каждого из ребят на том уровне и возможности, которые он может. Посмотрите, как Рассел разделил. Кто-то претендует на уровень Си, он остается на уровень Си, его это устраивает. Если не устраивает, у него есть возможность двигаться дальше. То есть все зависит от него. Но Си это минимальный необходимый уровень, который позволяет говорить, что студент овладел этим курсом. Паритетные отношения преподавателей и студентов, об этом я уже тоже говорила, это сотрудничество, возможность обучения с одногруппниками, то есть вот это и групповая, и парные работы, и всякая другая, возможность работать в индивидуальном темпе, знание конечных результатов обучения, я вам это тоже говорила уже, говоря о перспективе, прогнозируемой перспективе для студентов, контроль в процессе освоения учебного материала, за счет этого приобретение уверенности в своих возможностях, исчезновение боязни получения неудовлетворительной оценки, овладение самыми различными навыками, прежде всего коммуникативными навыками, и постепенное вовлечение в учебную деятельность даже отстающих студентов, это достоинство при условии правильной реализации модульного обучения, недостатки, даже большими буквами написала, потому что их не так много, но они значимые, большие временные затраты, недостаточная готовность наших студентов, особенно первокурсников, которые приходят обучаться в самостоятельной работе, и огромные трудозатраты преподавателя, для того, чтобы организовать, я прямо небольшие написала, огромные, потому что здесь действительно преподавателю приходится очень много работать, разрабатывая и задания разного уровня сложности, продумывание того, каким образом во время модульного занять, организовать, получение этих знаний и так далее. То есть это действительно большие трудозатраты. Но естественно, что вот эти недостатки модульного обучения и затормаживают реальную реализацию модульного обучения в наших ВОЗах. Хотя мы говорим, мы работаем в модульном обучении. Вы знаете, мне когда иногда где-нибудь говорят, а мы работаем по Антону Семеновичу Макаренко, и какие-то что-то там предлагают, то это вовсе не означает, что они так работают. Они выхватили какой-то элемент из общей его системы и считают, что они действительно реализуют идеи Антона Семеновича Макаренко. В модульном обучении из всего того, что я вам уже сейчас изложила, конечно, очень важно, чтобы это была именно система, система со всеми необходимыми блоками, о которых я вам сейчас рассказала. Ну и дальше мы с вами перейдем к тому, каким образом мы в течение четырех лет работали над проектами модернизации педагогического образования. Это были гранты Министерства образования, в котором мы как раз вот эти идеи реализовывали. Во-первых, первое, чуть-чуть хотела бы остановиться на том, что еще до работы по проектам Минобра мы в нашем институте обсуждали и тоже пытались организовать силами двух кафедр, тогда кафедр начального образования и кафедры общей социальной педагогики модульное обучение, мы его назвали мульти-технология обучения с использованием идей системы Ллойда Трампа. Она очень ложится на модульную технологию. Это план Трампа, так называемый, принятый разработанный в 60-е годы американским педагогом, который предложил для обучения в ВУЗе который предложил строить обучение студентов следующим образом. Первоначально на первом этапе это занятие в больших аудиториях по 100-150 человек. Мы сейчас так работаем. На эти занятия, они, как правило, получаются лекционные, на них отводится 40% учебного времени по логике Трампа. Затем занятия в группах по 10-15 человек 20% учебного времени, а вот 40% учебного времени это индивидуальная работа студентов под руководством педагога или его помощников и сильных студентов 40% учебного времени. Вот если посмотреть на ту логику, которую Трамп предложил, то получается 40 плюс 20 60, 60 процентов плюс 40, примерно так в наших учебных планах мы делим аудиторную и самостоятельную работу. Мы пишем аудиторные работы, лекционных столько, практических столько, но как правило 50 на 50 мы делаем нас меньше на аудиторную работу выделяется. А дальше считается, что самостоятельная работа проходит, поскольку на самостоятельную работу никаких часов для руководства конечно не выделяется. Считается, что это идет автоматически. И мы студентам говорим, вот у вас самостоятельная работа, будьте добры, делайте. А как это контролируется, а какие результаты дает и что в результате происходит, мы не знаем. Хотя перед проверками всегда требуют расписание этих руководств самостоятельной работы, чтобы это все было вписано, время консультации, чтобы там аудитория была прописана и так далее. Но потом после аттестации на некоторое время мы успокаиваемся и опять студенты занимаются самостоятельной работой самостоятельно, без всякого руководства со стороны преподавателя. А вообще, конечно, сама логика, которую предложил Трамп еще тоже в 60-е годы, она заключалась в том, что вот эта индивидуальная работа, на которую отводят 40% времени, она осуществляется под руководством педагога и его помощников, то есть это входит в его учебную нагрузку. Но использовалось очень мелкие шрифты, я просто дала описание, захотите, сможете взять эту презентацию, пожалуйста, потом почитайте повнимательнее. Просто несколько слов буквально скажу, что вот эту идею Ллойда Трампа попытался осуществить в 70-е годы у нас в Советском Союзе одесский учитель Гузик, да, его тоже да, да, учитель химии, который организовал обучение своих школьников, используя вот эту вот логику, логику Ллойда Трампа. Он делал так, что первый урок у него был построен по преподнесению учебного материала крупными блоками и на лекции излагались основополагающие теории. На втором уроке вторичный разбор той же темы, включая уже элементы беседы и эксперимент он демонстрировал, химия, да, затем следующие четыре урока у него отводились на лабораторные занятия, где они прорабатывали самостоятельно эту тему, а затем они получали дифференцированные задания. Вот посмотрите, в этом была его фишка по трём вариантам, что в варианте А пять-шесть заданий, в котором от ученика требуется предложить гипотезу, объясняющую данное явление, в варианте Б уже восемь-девять заданий, которые несколько проще, но и вот там требуется воспроизвести имеющие знания, а в варианте В уже содержится десять-двенадцать простых заданий, которые он может сделать. Посмотрите, с Расселом, если провести сравнение, всё то же самое. Задания A, B, C, и они самые разные, и ребята в течение этих шести уроков полностью овладевали тем материалом. Мы сегодня это скажем модулем, который был предложен, такой законченный кусок знаний по химии, который был предложен учителем. Каким образом вот эту идею Трампа мы попытались у себя реализовать? Значит, мы её назвали мультитехнология и сделали её таким образом. На первый блок это проблемная лекция на большой поток студентов, где мы излагаем не просто определенную теорию конкретно, а рассматриваем более крупное явление. Если взять историю педагогики, которую я читаю, то как раз вот эта проблематика, принцип природосообразности в истории педагогики образования от начала Аристотеля и до сегодняшнего дня, как изменялось и развивалось, то есть вот крупное изложение по определенной проблеме, проблемная лекция. это очень важное условие для работы именно вот по этой предложенной нами такой технологии. Затем самостоятельная работа. Для самостоятельной работы на втором блоке ребята получают самые различные задания. Если по тому же принципу природосообразности, то они рассматривают этот принцип с точки зрения самых разных педагогов. Для того, чтобы затем уже на встрече, на очной встрече можно было бы уже обсудить, увидеть связи в самой различной форме, которые предлагаются. Третий блок это очные дистанционные консультации преподавателя со студентами и затем творческие отчеты студентов четвертый четвертый блок и пятый блок подведения итогов, итоговая обобщающая лекция, коллоквиумы, тесты и так далее. Вот эту логику при чтении различных курсов, как я уже говорила, под силами преподавателей двух кафедр мы попытались реализовать и должна сказать, что подобная логика организации занятий она студентов действительно привлекает. И я увидела вот в том, что вы знаете когда этот мы придумывали и назвали мультитехнология я даже тогда и не додумалась что это по сути это модуль был, это предложение такого модульного обучения. Вы знаете до всего доходишь потом, когда уже начинаешь изучать какой-то другой аспект и оказывается что до этого мы занимались именно вот подобным таким вот модульным обучением. но и перейду уже теперь к тому гранту к тому проект к тем проектам о которых мы говорили значит четыре года мы работали первые два года мы должны были разработать модули нам предложили разработать модули по направлению подготовки психолого-педагогическое образование и для студентов которые решили поменять профиль подготовки вот такое было у нас техническое задание техническое задание конечно очень большое но основная идея и разработка модуля а второй этап этого проекта уже два последних года 16-17 годы состоял в том что мы должны были уже разработать основную профессиональную образовательную программу полностью состоящую из модулей то есть построить уже модульную образовательную программу а затем и тот вариант и этот вариант реализовать с большим количеством студентов у нас и в других вузах партнерах которых которыми у нас теперь очень тесные связи по всему по Волжью да потому что разработанные нами модули реализовывались самых различных университетов и мы обменивались мнениями создали так называемые малые методические объединения когда преподаватель реализующий один модуль в нашем университете разработал его он отправил этот модуль для реализации в другом университете они вместе списывались и затем меняли содержание получали оттуда критические замечания и исправляли этот модуль и реализовывали его в разных в разных этих вузах вот точно так же и было и с основной образовательной программой идея была такая то есть мы работали именно с модулями какие принципы основные на первом этапе реализации модулей мы разработали это во первых ориентация на образовательные результаты вот то что нам пытались донести на самом начале в самом начале и что нас что мы никак сначала постичь не могли как это такое ориентация на образовательные результаты смысл заключается в том что первоначально надо понять каким образовательным результатом мы должны студентов вести а затем от этих образовательных результатов идти к компетенциям да и только потом строить модуль у нас логика была всегда с точностью да наоборот у нас сначала строили учебный план предметы закладывали да могли их даже модулями назвать а затем уже к этим предметам извините от балды прикрепляли компетенции уверена многие этим занимались мы тоже этим занимались первоначально да потому что мы просто напросто вот перечень компетенций есть в стандарте мы эти учебный план построим ну как же можно предположим оставить без нагрузки вот этого очень почетного и очень хорошего профессора да у него у него такой вот курс не важно что этот курс сегодня не работает на те образовательные результаты которые стандарт требует и мы тогда ну а мы ему этот курс мы его этот курс вписали в учебный план еще другой план мы очень часто учебные планы составляли по наличным преподавателям и по тем нагрузкам которые мы будем распределять между преподавателями к сожалению это так а потом уже к ним прикрепляли подтягивали может быть не совсем отвечает ну да ну там же можно еще вот вот эта компетенция она же все равно как-то будет реализовываться он же может еще вот это сделать там и так далее да логика здесь совсем другая в модульном обучении предлагаемым вот новыми этими проектами от результатов первоначально образовательные результаты которые соотносятся с компетенциями на их основе компетенции вырабатываются по этим образовательным результатам а потом уже под них делаются модули более того мы уже на втором этапе пришли вообще к понятию что каждый модуль отвечает за реализацию ну максимум трех компетенций а если мы заглянем в учебные планы которые у нас расписаны ну пусть даже я не знаю пока стандарт три может быть три плюс даже три то у нас там хвостиком к дисциплинам извините там десять компетенций пятнадцать потому что мы же их прикрепляли как мы просто читали содержание компетенций и говорили вот эта дисциплина может реализовать хоп хоп все прикрепили а вопросы заключаются в следующем недостаточно их только прикреплять надо же еще и понять каким образом это затем замерить есть это компетенция у студента после курса или нет этой компетенции а когда мы шли не от результата а просто прикрепляли мы это не могли делать следующий это интегративность содержания образования тогда когда каждый модуль работает на определенный результат в результате в целом получается общий результат общая дидактическая цель следующий принцип открытость образовательного пространства когда содержание курсов меняется вот эта вот динамика гибкость значит идем навстречу студентам для того чтобы изменять эти структуру там и так далее да следующий это вариативность образовательных маршрутов когда параллельно с обязательными дисциплинами студентам предоставляется возможность выбора курсов касающихся их ну в данном случае у нас психофизиологических особенностей это я вам потом скажу каким образом мы вариативность осуществляли и последнее это интерактивность образовательных технологий но здесь у нас уже звезда нашего института которая во первых уже давно занимается разработкой этих интерактивных технологий я имею ввиду прежде всего Инну Игоревну Голованову которая разработала эти интерактивные технологии прежде чем вступить в эту вместе с коллегами я назвала Инну а там их там и Асафова Елена Владимировна вместе они книгу создавали работают там и Телегина Надежда Надя извините ну то есть ну бывшие кафедры Валентина Ивановича Андреева они работали над этим и они нас этому обучили они с нами провели курсы повышения квалификации в нашем институте для наших преподавателей когда мы летом сидели на занятиях и получали вот эти самые интерактивные технологии это было очень важно вы можете представить какой интерес вызвал у всех приехавших со всех концов России преподавателей когда вот этот интерактивный конструкт наших преподавателей я поместила на экране сказала это мы разработали и это мы используем на самом деле действительно это очень-очень важно каким образом мы разрабатывали модули на первом этапе нужно было определиться а как мы определяем модуль что для нас модуль представляет вообще было очень сложно понять с чего от нас хотят может быть просто отдельные модули будем делать а там с техническим заданием было дано разработать модуль гуманитарно социально экономического блока разработать модуль естественно научного блока и разработать модуль практический получается каждый из них вроде бы сам по себе должен существовать отдельно и нам никто не говорил что они должны быть вместе связаны нам нужно было просто разработать модули отдельно но мы решили пойти таким путем вот этот круг мы здесь нарисовали потому что мы определили конечно мы рассматриваем модуль как относительно самостоятельную завершенную единицу которые которые предлагают какие-то завершенные результаты да каждый модуль классическое определение модуля но для нас было важно взаимодействие модулей в рамках единой образовательной программы не может быть модулей существующих висящих в воздухе они должны как-то друг с другом быть связаны и исходя из этого мы разработали как раз три модуля вот в гуманитарно социально-экономическом блоке социальном блоке мы назвали его модуль адаптационный речь идет о студентах которые приходят меняют профиль и приходят на психолого-педагогическое образование поэтому мы здесь назвали его адаптационный а курс этот модуль назвали психолого-педагогические основы образования в поликультурной среде второй модуль психофизиологический мы назвали здесь уже это биолого-психологические основы развития ребенка а третий модуль инструментальный психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в образовательной среде. Каждый из них вроде бы отдельный, завершенный, но они все друг с другом связаны. Это я вам сейчас покажу. Вот мы ее представили вот в такой вот программе. Вот это первый модуль, тот, который я вам говорила, адаптационный. Второй модуль психофизиологический. Третий модуль практический. Следующая идея – практикоориентированность. Нужно было каким-то образом сделать так, чтобы знания, которые получают студенты, обязательно соединялись бы с практическим применением этих знаний. И поэтому каждое занятие, каждый курс внутри модуля работал на практику. Первый модуль был связан с учебно-ознакомительной адаптационной практикой. Мы назвали эту практику «Погружение в профессиональную среду». Второй модуль был связан с двумя другими практиками. Это психолого-педагическая практика «Рефлексивное погружение в профессию» и летняя практическая школа. И затем психолого-педагическая практика «Психолого-медико-педагогический консилиум». То есть разные варианты практик после изучения каждого модуля. Каким-то образом они должны быть связаны. То есть теория должна быть связана с практикой. Как это сделать? И мы тогда придумали, что должно быть что-то сплошное, соединяющее теорию и практику. И отсюда получился факультатив, который мы назвали «Дискуссионный семинар восхождения к профессии». Те задания, которые мы получаем на каждом занятии от педагогов теоретические, мы проверяем, ребята реализуют на практике, а на дискуссионном семинаре мы обсуждаем, какие вопросы возникли и как в различных каких-то ситуациях поступать. Вот это было разработано вот эти три модуля, которые мы реализовали. Действительно, мы сделали выпуск, мы сделали его в ключе профессиональной переподготовки, да, когда выпускники получили затем диплом о профессиональной переподготовке психолога-психолога-педагога-психолога. И затем мы даже получили задание от Министерства образования и наук Российской Федерации, извините, Татастана, да, нам выделили грант для того, чтобы мы реализовали его еще и с учителями для того, чтобы они пополнили бы свою или переподготовку прошли на психолога-психолога-психолога-педагогического образования. Вот здесь вот как раз я и показываю, вот эти шестеренки, или как их назвать, да, вот они все очень связаны. В зависимости от того, какой мощной величины каждый модуль, они разной величины, и все здесь связано. Вот посмотрите, идет модуль инструментальный, идет модуль адаптационный, модуль психофизиологический и модуль инструментальный. Инструментальный, значит, практически. И все они связаны с разными видами практики, все друг к другу зависит. Стоит выпасть к какому-то звену, значит, часики не заработают. Вот структурные составляющие этой программы, которую мы разработали, теоретическая и практическая, я уже про это сказала. И есть еще одна особенность, о которой мы тоже говорили, к которому мы пришли и реализовали, это то, что любой модуль должен завершаться практической реализацией, реализацией, практическим отражением полученных компетенций. И оно должно выражаться не в том, что они что-то рассказывают, тесты они там присутствовали, но должно быть что-то реальное. А реальное это называется событие. Понятие это тоже мы принесли оттуда, из Москвы, после всех обсуждений, с которыми мы там были, что каждый модуль должен завершаться определенным событием в разной форме. Например, модуль адаптационный у нас завершался такими событиями, как защита проекта «Моя личность, профессиональная перспектива» и вот эта технология, Инна Игоревна, может быть, об этом говорила на своей лекции, World Cafe, мировое кафе, да, созданием электронного журнала «Ребенок в парикультурной среде». То есть все курсы, которые они здесь изучали в рамках этого модуля, в результате нашли отражение в практическом действии, которое они создали, которое они сделали. Модуль второй психолого-физиологический завершался событием, презентации карты развития ребенка определенного возраста, когда во время практик они работали с этими детьми и защищали затем карту развития отдельного ребенка, с которым они работали во время практики, отталкиваясь от тех знаний, которые они там получили. Инструментальный модуль завершался супервизией работы с ребенком. Супервизия предполагала приглашение педагогов-психологов из школы, которые слушали, оценивали вот эту парную работу студентов. Ну и, естественно, технологии тоже известны. Это портфолио психолого-педагогических технологий развития ребенка в образовательной среде. Когда наши преподаватели видели, мы их выставляли, делали выставку этих портфолио, разработанных нашими студентами, потому что это действительно очень хороший такой материал, который они, конечно, уносили с собой, но разрабатывали они под нашим руководством. Второй этап, как я уже сказала, был связан с разработкой основной образовательной программы. В данном случае мы должны были разрабатывать основную образовательную программу по направлению «Педагогическое образование» профиль «Общие…» «Основное общее образование», да, извините, иногда это вылетает. «Основное общее образование». Вот я вам показываю на примере магистратуры. Там надо было разработать эту программу на уровне бакалавриата. Бакалавриат разрабатывала у нас Елабуга и опробировала затем магистратуры. И аспирантуру, как третий уровень образования, разрабатывал наш институт. Да, я показываю на примере магистратуры. Вот посмотрите, тоже модульное построение учебного плана. И здесь по всем четырем семестрам эти модули расписаны. В каждой модуль имеет свою логику. Какие-то из этих модулей, например, модуль восьмой, содержание предметной области инноваций и преподавания. Мы работали с биологами и с физиками, да, по реализации этой программы. Где-то на два семестра, где-то на один семестр всего восемь модулей были разработаны, и они вписаны в учебный план. Чем отличался вот это? В том случае, вот эта программа, эта программа уже действительно магистрская. Действительно подготовки магистров, и она включает в себя учебный план со всеми необходимыми часами. Это не переподготовка. И изменились немного базовые принципы. Посмотрите, это принципы, это практика-ориентированность, школьно-университетское партнерство, без которого невозможно реализовать эту магистрскую программу. Исследовательская направленность. Мы знаем, что в отличие от бакалавров, магистры уже более нацелены на исследовательскую работу. Рефлексивность, обратная связь и модульность, про которую уже говорили, наверное, с нее и надо было начинать. Это основные базовые принципы. Они чуть-чуть, мы их уже изменили. Видите, идет такое развитие. Дизайн модуля, каждого модуля из тех восьми, которые разработаны, он выдерживался именно в такой логике. Во-первых, здесь видите в центре теории и практикумы, которые завершаются рефлексией. Практика и научно-исследовательская работа, они являются такими составными этой теоретической части. И завершается опять событие. То вот это логика дизайна каждого модуля из тех восьми, которые я вам показывала. И вот они, компонентный состав этих модулей здесь, каждого модуля. Это теоретический компонент, затем самостоятельная работа, научно-исследовательская деятельность, рефлексивный компонент и непрерывная практика. Все работает в середине на события. Мы разработали алгоритмы разворачивания каждого модуля. Это вот модуль, алгоритм разворачивания модуля учебная практика, которая в себя включает вот эти обязательные необходимые компоненты. Установочную конференцию, демонстрацию образца профессиональных действий, профессиональные пробы и рефлексивный семинар. Ну вот здесь вот некоторые картинки учебно-ознакомительной практики, лекционных и семинарских занятий, практикумов и проектных мастерских. Алгоритм разворачивания модуля практика, установочная конференция и выполнение профессиональных действий в конкретной образовательной организации с помощью педагога-психолога, методиста, учителя и так далее. Модуль научно-исследовательской работы, у нее своя логика разворачивания модуля, да, и в каждом случае эти все компоненты, они выдерживаются. Ну вот здесь вот, например, научно-исследовательские постеры, которые ребята делали и защищали, да, на этапе промежуточного контроля. Рефлексия организовывалась в групповой индивидуальной работе и содействовала формированию общего способа профессиональных действий. Ну вот здесь вот картинки, фотографии рефлексивного семинара. Изменяется, как я уже говорила, и система оценочных средств, да, от оценки знаний к оценке компетенций, от оценки только результатов к систематическому контролю, использование методов самостоятельных, групповых и взаимных оценков, то есть рефлексия, максимальное приближение к условиям педагогической деятельности и от оценивания для контроля к оцениванию для развития. Вот это стали самые главные ключевые идеи для того, чтобы реализовать каждый модуль, предложенный в нашей программе. И фонд оценочных средств строился, таким образом, это знания, это тестовые задания, умения, это кейсовые задания, овладение действия, это результаты деятельности, это проекты, продукты деятельности, портфолио, их анализ. То есть все это непременно присутствовало по каждому из модулей. Ну вот здесь вот текущий контроль, защита вот этих постеров, аттестация по каждому модулю. И спасибо за внимание.